Продолжение следует... Сейчас уже темнеет, я немножко не успел, был красивый закат, но я быстренько развел костер. Мне хочется передать эту атмосферу моих туров. Я мог бы записать видео у бассейна, мог бы записать видео кондики на балконе. Меня вообще там видно? Вообще не видно. Даже силуэта нет. Представляете, я не успел закончить видео около костра, приползла змея и мне пришлось отскочить от него. Сейчас мы немножко подошли и он уже почти потух. И здесь в темноте ходить искать дрова, все трястись же будет. Так меня едят комары и муравьи. Кстати, здесь комары переночат лихорадку Денге, кто не знает. Это не смертельно, но стрёмная штука. Можно пролежать с температурой неделю, похлеще короны. А я это терплю. Ты так от муравьев вон как вскакиваешь. Вообще-то они прям сидели и жрали меня. Вот и сейчас меня так взят. Дичайшие условия для записи водного обращения перед циклом моих фильмов про Алтай. Но я думаю, что это даже круче, потому что это по-настоящему, все по-настоящему. Мы дома, вроде как живы. Все в волдырях, искусанные всякими муравьями, насекомыми и непонятно кем. Я даже боюсь снимать шлем, потому что у меня фобия насекомная. Паутина, пауков, муравьев. Таких агрессивных муравьев я еще никогда в жизни не видел. Ну что, мне все-таки придется записать видео, сидя у бассейна, как я не хотел. Потому что вчерашняя атмосферная запись в джунглях быстро закончилась нападением на меня муравьев, змей, темнотой. Ничего не видно, и я быстренько оттуда убежал. Вот такая история. Просто не подумайте, что я как-то мажорюсь или типа того. Ну бассейн и бассейн, я здесь плаваю это раз в три недели. Все остальное время работаю как настоящий работяга, как Уинслоу из маяка. Я просто работяга. Вы хотите лишить меня жалования? Немного подбешивает один момент. В общем, вообще непонятно, куда идти, где разбивать лагерь, где оставить вещи. Вариант с квартиры не работает, а типа здесь полношные лагеря. Но где они, не ясно. Куда идти, не ясно. Тут на сайте дизайнерская карта, но по ней тоже вообще ничего не ясно. Если спросить, у кого-то вообще никто ничего не знает. И вот я тут уже час хожу. Я вообще что расскажу, спрашиваю. В общем, иду я сейчас, записываю видео о том, что... Гневное видео о том, что я нечасто не понимаю вообще, куда идти и что происходит. И меня алтавец такой слышал, останавливает. Говорит, я сейчас все расскажу. Ну я выключил камеру, подхожу. Давайте, расскажите, слава богу. В итоге он вообще ничего не рассказал. И такой, ну я, говорит, не знаю, что. Первая аттракционная луина – это сбор разных палаток. У нас тут уже командная работа. Да, наверное, да? Вот здесь где-то рядом, а тут вторая. Ну, наверное, давай. Давай вот это уже. Из разницы. Да вот, вот, вот. И это. Все, палатка собрана. Кепка надета. Очки тоже. Завязочки под подбородком. Я настоящий турист. Пошел изучать культуру эллуина. Эллуин – это традиционный алтайский праздник, который переводится с алтайского как «всенародные игры». Проводится с 1988 года. Считается праздником-кочевником и своими корнями уходит во времена древних скифов и гунов, кочевников, тюркских каганатов. На этих играх алтайцы, коренные алтайцы демонстрируют свои способности в залезании на дерево, по доставанию кедровых шишек, по подниманию камня, по усмирению «Коня Адикова», по борьбе. Там очень много разных игр. Если интересно, посмотрите в интернете, в Википедии полно информации. Я тут подумал, что я выгляжу, как такой колхозный америкос, который приехал на какой-то фестиваль, какой-то родео и оделся в одежду, в которой положено ходить на фестивале. Вот у меня очки, кепочка. Я такой хожу, ну так, что у вас тут попробовать, где какую лошадь поседлать. И потом в первый же вечер напился и ебнулся с лошади, сломал ногу. Тут так много колоритных персонажей. Попробую их поснимать. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 кто-то у нас тут жрет миску наворачивает вообще на все плевать лишь бы наезд я сейчас нахожусь на ипподроме где через полтора часа будет проходить национальная игра кок бору это если говорить простым языком когда команда на конях верхом будет играть с другой командой козлом это тушу козла набивали чем-то там сеном с отрубленными ногами раньше в средневековье сейчас просто туша ну не скажешь сейчас просто туша ну вот там лежит козел вот он видите это мухи летают здесь у меня немного несвязанная речь но честно сказать я слегка шокирован увиденным я слабенький так-то при виде крови вообще в обморок падаю вот вот именно будут играть сказали что сейчас все не так жестоко но по-моему тут лежит козел а это как раз вот колодец с той стороны ипподрома другой колодец и вот две команды они прям будут пихать друг друга толкать брать эту тушу и каждая команда должна закинуть колодец это такое регби на конях довольно жесткая игра но жёстче всех по моему козлу вот прямо сейчас они таскают эту тушу поднимают и земли прям не слезая с коня а а у а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok